здравствуй дорогой друг речь в этом видео пойдет о малоизвестной физиологической системе растений о фитохромной системе солнечный свет оказывает сильное влияние на внешнее строение растений на произрастание семян на образование корневищ клубни на формирование цветков на листопад и на другие физиологические процессы жизни растений семена большинства растений произрастает в темноте и стебель быстро выходит через слои почвы на поверхность проростки стремительно тянутся к свету вынося листья наверх где они смогут получить все необходимые для фотосинтеза солнце и воздух но растение может быстро расти некоторое время и без света однако она станет бледно-желтым в темноте хлорофил не образуется стебель будет вытянутым листья мелкими желтоватым оттенком такие растения называются этиолированные они обречены на гибель если вовремя не увидят свет свет же дает сигнал к новой жизни прекращается резкое удлинение стебля листья оживают развертываются подставляя солнцу свои листовые пластинки и принимают обычную форму растение чувствительно к свету даже больше чем фото пленка движение к свету это одно из важнейших приспособлений растения завоеванное им в эволюционной борьбе за жизнь на суше изучение влияния спектра в действие света света показала что эффект максимального торможения роста стебля у проростков вызывается длинноволновой красной областью спектра длиной волны 660 нанометров а устраняется эффект при освещении растений светом с длиной волны 730 нанометров называемым дальним красным светом поиски американских ученых ученых хендрикса баттлера и борцвика привели к открытию еще одного пигмента растений фитохрома фитохром существует в двух формах поглощающий красный свет при 660 нанометрах это так называемых и к и поглощающий дальний красный свет при 730 нанометрах это фдк химическом отношении фитохром это нерастворимые в воде хромопротеиды часть молекулы сам пигмент близка по составу к пигменту красных водорослей и соединена с белком форма фк имеет синий цвет а фдк зелено-желтый солнечный свет содержит равные доли красного и дальнего красного света благодаря чему уравновешиваются формы фк и фдк под воздействием красного света неактивная форма фк активизируется и переходит в форму фдк дальний красный свет вызывает обратный эффект любопытно что реакция растений зависит от природы света которым его освещали в последний раз несколько минут дальнего красного света достаточно чтобы снять эффект предшествующего красного света а освещение красными лучами устраняет действие дальних красных лучей это наглядно видов видно в опытах с прорастанием семян салата латука таким образом было доказано наличие очень важной регуляторной системы фитохромной системы растений эта система регулирует многие процессы подавление роста стебля развертывание листьев ориентацию хлоропластов прорастание семян цветение загадка цветения связана одна любопытная история 1920 году американские ученые гарнер и аллерт обнаружили что табак сорта мэриленд мамонт в окрестностях вашингтона на грядке почему-то не цвел хотя в теплице он великолепно цвел и осенью и зимой цветки мэриленд мамонт были ученые были нужны ученым для скрещивания с другими сортами табака тогда исследователи стали ежедневно содержать растения в определенное определенное время в темноте то есть иску искусственно сократили длину дня скоро у растений неожиданно образовалось много цветков это позволило завершить эксперимент успех побудил ученых испытать новый метод и на других растениях которые не цвели летом дальнейшие результаты показали что растениям необходим короткий день так было открыто общее для всех растений явления фото периодизм советские физик физиологи любименко и мошков обнаружили что у многих растений переход от быстрого роста к цветению приспособлен к длине летнего дня на их родине есть растения длинного и короткого дня первые не будут свести если день короче 12 часов а вторые наоборот не зацветут если длиннее продолжительность дня соответственно влияет на разные растения так большинство длиннодневных растений при коротком дне имеют розеточную форму или короткий стебель у короткодневных растений при длинном дне происходит интенсивный вегетативный рост наши обыкновенные хлебные злаки пшеница рожь ячмень относится к растениям с длинную растениям длинного дня а конопля проса соя некоторые сорта табака многие тропические растения принадлежат к короткодневным растениям они цветут либо весной либо осенью поэтому садовые астры и георгины под москвой начинают свести осенью а соя и желтый табак и не созревают даже до наступления мороза однако помимо растений короткого и длинного дня существует группа фото периодически нейтральных растений цветения которых не зависит от длины дня это фасоль томат или одуванчик необходим ли свет всему растению советские ученые чайлахиан и мошков в опытах с прививками установили что нет необходимости освещать все растение достаточно воздействует лишь на лист чтобы она зацвело если лист короткая короткодневного растения табака сорта мамонт подвергнуть фото периодической индукции привить на табак сорта сильвестрис растения длинного дня то она зацветет при коротком дне и наоборот если лист длинно дневного растения привить на короткодневное растение то она тоже зацветет только при коротком дне результаты опытов с прививками позволили предположить что в листьях под действием необходимого для растений фото периода образуется определенное вещество гормон который затем превращается в точки роста и ускоряет светение академик чайлахиан назвал это гипотетическое вещество флоригеном что означает по-французски вызывающее цветение дальнейшие эксперименты подтвердили подтвердили предположение ученых однако пока выделить гормон цветения не удалось исследования показали что для цветения как длинно дневных так и короткодневных растений важно не столько светлая часть суток сколько темнота то есть цветение зависит от от ночного сна если в середине ночи дать хотя бы слабый свет то растение короткого дня уже не будет свести даже в благоприятных условиях для длинно дневных растений прерывание сна окажет обратное действие они зацветут при коротком дне красный свет наиболее эффективно прерывает темновой период но его влияние снимается с помощью дальнего красного света это подтверждает тот факт что в явлениях фото периодизма участвует фитохромная система не исключается возможность того что действие фитохрома связан с активацией генов в наследственном аппарате растительной клетки говорить о растениях можно бесконечно долго подписывайся на канал и ставь большой палец если видео тебе по душе также смотри другие видео из цикла биология просто подписывайся наibrейки From the slides to the light 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 в bothом какContent думаешь о santновале intent почвающихся на ebenfalls